ребятки всем привет сегодня 8 января и в украине официально второй локдаун если честно я не понимаю зачем было его вводить потому что карантин у нас уже продолжается с 9 марта тогда как все закрылась ночные клубы кинотеатры и рестораны так ничего больше у нас нормально и не работало вот честно меня спас соби клаб и летние корпоративы и плюс еще осенние были очень классные вот это меня реально спасло что у нас официально не работает официальные кинотеатры спортзалы ночные клубы торговые центры у нас закрыты работает у нас аптеки продуктовые магазины зоомагазины еще работают короче ребятка ничего не изменилось а ну слава богу что эпицентр у нас официально не работает у нас работает он только онлайн ты можешь заказать через интернет подойти к своему магазину и тебе вынес этот товар ну короче мощный прямо сейчас мы едем на севастопольскую площадь чинить телефон моей наталочки потому что у нее почему-то там не работает звук она может каждому позвоните ей могут позвонить но никто ее не слышит поэтому прямо сейчас отправляемся к женьке женька это тот чувак которому я вел свадьбу и так уж получилось что он занимается ремонтом телефонов и действительно делает это качественно поэтому прямо сейчас мы отправляемся к нему еще мне очень нравится этот блокдаун тем что работает общественный транспорт маршрутки метро и границы у нас не закрыты вот такой вот у нас карантин мы уже приехали на севастопольскую площадь заходите в коридор и поворачиваете налево уже вот так вот называется раньше было фиксики а теперь вот так закрыто поэтому сейчас мы женьки позвоним и он нам откроет алло жени я здесь тебя под офисом давай жду тебя а вот тот самый жени он уже пришел а ты нас закрываешь да так заходим а у тебя стало немного здесь шире как-то по-другому короче жень скажи что ты сделаешь скидку нам а я ему нормально свадьбу провел он теперь скидку не делает короче женя сказал телефон починит и будут стоить 1300 это можно было купить две ручки на двери оставили телефончик у жени и женя сказал что позвонит в понедельник хорошо что мы на талочке есть iphone 5 5 5 с 5 с начали вставлять sim-карту а телефон говорит а это что вообще такое я вообще-то год не работал какая sim-карта ну выми ее из меня мы приехали уже на свой райончик ну как свой райончик район обойный рынок и здесь находится вещевой рыночек он закрыт мы сейчас через него пройдем и и будем в ашане надо впереди нас посмотрим что там внутри мы обратили внимание что такие маленькие магазинчики работают кофейни работают ну и люди которые хотят немного заработать по тихой воде продают свои вещи хотя написано что закрыто можно постучаться и тебе вынесу твой размер ну а как выживать так в принципе должно быть они там себе придумали что какой-то локдаун а так не должно быть мы должны как-то оплачивать себе коммуналку аренду квартиры должны за что-то покупать себе покушать шматье на отдых вот представляете что в этом году мы с наталочкой в отпуск никуда не полетели наш отпуск будет в украине правильно наташка вот поедет кировоград а я останусь жесикой на хозяйстве ну вот смотрите написано что все закрыто но там горит свет и я так понимаю что можно постучать и сказать а можно пожалуйста мне футболочку или размер поэтому люди молодцы главное чтобы вас не спалили что говоришь фокстрат работает да наверное можно заходить к кому-то определенному количеству людей фокстрат работает тут тоже работает пятачок в торговом центре не работает в принципе все закрыто да получается кроме люкс оптика магазин алло работает работает получается технику очки можно продавать да а все остальное нельзя идем делать закупки ваша он сейчас посмотрим сколько здесь людей мы зашли уже ваша людей очень много а в начнем клубе меньше людей и как всегда гну свою линию я обратил внимание что не все полочки открыты некоторые закрыты я еще обратил внимание что все продуктовые отдела открыты а вот потом покажу тебе где продаются порошки и всякие мыло вещи вот там ничего купить нельзя эти отделы закрыты ребята самое главное что отдел с бухлишком он работает поэтому не переживайте вы алкоголики без бухла не останетесь жить как говорится хорошо а хорошо жить еще лучше точно вот то что я вам говорил что вот этот отдел он закрыт поэтому ребята будете без вещей или заказывайте онлайн еще ваша не можно увидеть вот такие вот ленты это означает что этот товар не продается обрати внимание на количество людей ваша не о каком локдауне у нас идет разговор и так практически в каждом отделе людей очень много не вижу смысла делать локдаун пора был уже открыть ночные клубы рестораны кинотеатры чтобы мы начали дышать на полной легкие вот так вот ребятки нас обманывают говорят что в стране коронавирус и вот мы зашли уже совсем с другой стороны смотри как отгородили этот отдел и туда не пойти вы сами все видели сколько было людей в этом магазине всем наплевать на этот локдаун все прекрасно понимают что нужно двигаться нужно жить нужно как-то питаться нужно ходить в магазины мы тоже вот немного скупились и сейчас едем домой и и и и и Редактор субтитров А.Семкин